На учебу как на праздник. Сюрприз будущим ученикам подготовила общественная организация Лига Женщин МОЗ Добра. Главным подарком стала школьная форма. 130 комплектов вручили первоклассникам из Центрального и Хосинского районов. Еще 120 подарят ученикам Адлерского и Лазаревского. Черная форма. Белая бумажка. У многодетной мамы Анны Нитеевой в этом году в школу идут сразу два ребенка. Такой подарок весьма кстати, признается женщина. Мы смотрели полторы тысячи одна форма. Получается три тысячи плюс бюджет семьи, который не тратится. Мы великолепны. Не ожидала, что будут блузки, кофточки. Дарить школьную форму в организации Лига Женщин МОЗ Добра – традиция. В этом году она как никогда актуальна. В мае были внесены поправки в закон об образовании и с 1 сентября вводятся единые требования к одежде ученика. Я считаю, что это даже не школьная форма, а это корпоративная одежда, которая необходима. Я поэтому считаю, что именно это формирует у ребенка порядочность, аккуратность и исполнительность. И от этого знания ценности лучше становятся. Потому что ребенку нужно думать, как выучить предмет и как завтра красиво блистать знаниями. Услышат первый звонок сочинские ученики уже в обновленных школах. На ремонт из краевого и городского бюджетов выделили более 300 миллионов рублей. Свой вклад внесли и шефы порядка 20 миллионов. На эти средства в школах отремонтировали столовые и санитарные комнаты. Позаботились и о безопасности учеников. Везде установили видеонаблюдение и поставили ограждения. В Олимпийской столице во всех школах есть компьютерные классы и интерактивное оборудование. Кстати, в этом году 15 сочинских школ перейдут на новую тестовую программу образования. Внимание будет уделяться не только учебному процессу, но и внеклассному образованию, формированию личности ребенка, а также культурному и физическому развитию. Подобная программа внедряется по всей России, но сочинские школьники приступили к ней в этом году первыми.